Уважаемые коллеги, я рад вас приветствовать на нашем новом вебинаре. Как хорошо меня слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если все нормально. Спасибо. Ну что ж, как всегда, перед началом вебинара я делаю краткое вступление и прошу вас обратить внимание на две ссылки, которые расположены в начале нашего чата. Первая из этих ссылок ведет к расписанию вебинаров наших на весь учебный год 2017-2018 учебный год. Там расположено расписание долговременное вплоть до июня 2018 года. На каждый из этих вебинаров вы можете зарегистрироваться прямо сейчас. Ну и вторая ссылка, она предвосхищает обычный вопрос по поводу того, будет ли запись вебинара доступна. Да, запись вебинара ведется и она будет доступна на нашем видеоканале на YouTube. Вот вторая ссылка, это ссылка на наш видеоканал на YouTube, где уже сейчас вы можете познакомиться с более чем двумя стами записями наших предыдущих вебинаров. И опять же, как всегда, я хочу вам проанонсировать несколько вебинаров следующих, которые состоятся у нас в чате. Сейчас вы увидите ссылки на два следующих вебинара. Первый из них завтрашний, 20-го числа в 12 часов по московскому времени. Константин Николаевич Костюк, генеральный директор компании Директ Медиа, проведет вебинар «Тайна власти электронных медиа». Сделают ли они с книгой то, что творят с периодикой? Ну и второй вебинар. Это вебинар, который не состоялся по ряду причин 5 декабря 2017 года. Диалоговые тренажеры «Брэнч Трек» проведет Сергей Снегирев послезавтра. Ну и последний вебинар, на который я хотел бы вас пригласить, это мой вебинар, который состоится завтра. Будет он проходить не в рамках Директ Академии, а совместно с компанией «Ракурс». И пройдет он не в 12 часов, а в 15.00 по московскому времени. Будет он называться «Лучшие бесплатные инструменты для онлайн-обучения». Пройдет, как я уже сказал, в 15.00. На все вопросы, связанные с сертификатами, которые я вижу в чате, отвечу. Пожалуйста, если кому-то не поступил сертификат, пожалуйста, обратитесь ко мне лично на мою электронную почту. Я ее напечатаю в чате, когда начнется наш вебинар, чтобы не отвлекать сейчас ваше внимание. Ну и, собственно, все. И на этом я хотел бы передать слово нашему сегодняшнему спикеру Алексею Куралькову, который проведет вебинар, посвященный компании «Вебсофт. Новые технологии для дистанционного обучения». Я думаю, это будет очень интересно, потому что Алексей не часто ведет вебинары именно для вузовцев. У нас вузовская такая аудитория. Тем более интересно будет услышать про новинки вебсофта для дистанционного, для электронного обучения. Ну что ж, Алексей, я вас приглашаю. Упс. Так. Да, сейчас идем. Добрый день, коллеги. Слышно ли меня? У меня тут некоторые проблемы с камерой. Она показывает, у меня две камеры в ноутбуке, почему-то вебинарная система работает, не фронтальная, а задняя камера. Но надеюсь, поэтому я, с вашего позволения, видео отключу, оставлю только звук. Поставьте, пожалуйста, плюсик, что меня слышно. Ну что ж, отлично. Если слышно, то тогда давайте начнем. Я думаю, что можно будет обойтись без видео, а фотографию вы видите. Надеюсь, может быть, это я скреплю, а не звук, но тем не менее. Ну что ж, давайте начнем. Зовут меня Алексей Корольков. Я являюсь генеральным директором компании вебсофт. Мы много лет занимаемся технологиями дистанционного обучения. Но не только технологиями автоматизации всего, что связано с управлением человеческими ресурсами. И, наверное, в большей степени мы работаем действительно не на рынке учебных заведений, учебных центров. Работаем именно с корпоративными университетами, с корпоративными учебными центрами. Хотя и с вузами в том числе. Но у них просто не так интенсивно. И я хотел немножко рассказать о технологиях дистанционного обучения. На самом деле, у меня был соблазн просто взять и рассказать о каких-то наших продуктных решениях, традиционных, про LMS-системы, про систему проведения вебинаров, средства разработки курсов. Но, посмотрев на выступления и вебинары, которые уже были в рамках этого ресурса, я так подозреваю, это не первый вебинар, на который вы приходите, я подумал, что, наверное, я не буду топтаться на той же самой маленькой полянке, про которую уже очень много сказано. Я попробую рассказать о неких новых инструментах, новых решениях. Может быть, не все они применимы прямо сейчас в вашей практике. Не все из этих инструментов уже стали чем-то таким эффективно, с чего проверено. Но, тем не менее, на самом деле, за последние буквально полтора года произошли звук... Коллеги, вы меня ведь слышите, да? Видимо, только у Татьяны проблема со звуком. Так вот, за последнее время произошло очень много изменений, очень много новых решений и новых технологий. появилось, и эти решения достаточно в серьезной степени меняют подход к дистанционному обучению. Я попробую рассказать про некоторые из этих технологий. Сейчас, одну минуту, коллеги, я попробую поменять гарнитуру. Одну секунду. Так, коллеги, скажите, сейчас качество звука поменялось? Скрипы сейчас. Напишите, пожалуйста, плюсик, минусик. Да, но стало тише. Загадка. Сейчас, одну секунду. Плюс. Ну, хорошо, давайте я попробую просто говорить... Попробую говорить громче, потому что, ну, видимо, мы с Павлом тестировались ровно с этой гарнитурой, но, видимо, есть некоторые какие-то технические сложности. Ну что ж, так вот, поговорим о новых технологиях. О том, что появилось за последние пару лет и стало... Ну, и стало использоваться. Я буду говорить только про практические инструменты, которые уже внедряются, но, может быть, пока этих внедрений не так много. Можно сказать, что единицы. Ну, я пропущу информацию о том, что такое система WebTutor, на примере которой я буду рассказывать. Ну, коллеги, я не могу сделать громкость, попробуйте увеличить громкость на своем компьютере, если возможно. Когда я буду рассказывать об опыте внедрения в... В общем, на нашем опыте внедрения в крупнейших российских учебных центрах, крупнейших российских компаний, государственных органов. Давайте начнем. Начнем с истории про мобильные решения. В последнее время все больше компаний говорят о том, чтобы... говорят о том, что обучение, обучение, которым дистанционное обучение, которое традиционно проходило на рабочих местах, на компьютерах, на планшетах, перемещается в мобильные устройства, в мобильные телефоны, в, как правило. И достаточно большое количество компаний начинает использовать, экспериментировать с мобильными решениями для обучения. То, что вы видите, это реальный проект одного из крупнейших учебных центров и одного из крупнейших российских банков. Соответственно, это мобильное приложение для дистанционного обучения, подключенное к корпоративной системе дистанционного обучения. Любой сотрудник компании может скачать и установить себе это мобильное приложение, и использовать его для обучения и развития. То есть, вот один из основных элементов – это так называемая лента развития, которую вы видите на картинке, в которую сотрудник может посмотреть по определенным тематикам. Понятно, что поскольку это корпоративное внедрение и корпоративная тематика, это темы мотивации, переговоры, развития, инвестиций и так далее, в которую корпоративный учебный центр выкладывает разные формы контента. Это могут быть и электронные книги, как вы видите, и электронные учебные курсы, причем различных поставщиков и так далее. В этом проекте есть механизмы геймификации, о которых мы еще дальше будем говорить, когда за определенные успехи и активности пользователи получают бонусы, награды, выстраивается рейтинг и так далее. Периодически система рассылает пуш-уведомления о появлении новых учебных материалов и так далее. Вот такой инструмент развития, построенный на базе мобильного приложения. Ориентированный, важная история в методическом смысле. Конечно, здесь речь идет о очень коротких, маленьких кусочках информации, очень коротких учебных модулях. Это может быть буквально пяти учебные модули, ориентированные на пять, максимум десять минут самостоятельной работы. Но важно, что эти материалы приходят регулярно. И разные форматы учебных материалов, тесты, курсы, видео, учебные комбинируются в рамках решений. Вот такой подход к использованию мобильных решений. Это примерно продолжение истории. Вторая картинка, если я попробую здесь нарисовать, обозначить ее. Вот эта картинка, которую мы видим. Это мобильный портал для развития, который тоже используют некоторые наши клиенты. Это мобильная версия учебного портала, ориентированная на то, чтобы проходить электронные курсы с мобильного устройства. Только это реализуется не в мобильном приложении, а в мобильном браузере. Тоже используемая и внедряемая сейчас, активно сейчас внедряемая технология. Понятно, что переход к мобильному обучению на самом деле очень сильно меняет методологию обучения. То есть если, когда мы говорим о традиционном дистанционном обучении, можно говорить про учебные курсы, ориентированные на 8, 10, 36, 72 часа самостоятельной работы, то когда мы говорим о мобильном обучении, конечно, ни один человек не способен, даже если мы забудем о технической возможности того, чтобы батарейка разрядится, человек не способен читать длинные тексты и обучаться на мобильном устройстве в многочасовом режиме. И компании и организации, которые приходят к мобильному обучению, вынуждены перестраивать свою методологию, вынуждены дробить и перерабатывать свой учебный контент так, чтобы он был адаптирован под мобильные устройства. И про инструменты разработки такого рода мы еще поговорим, потому что переход к мобильному обучению означает переход к другим технологиям разработки контента. Это очень важная история, это первый вывод, который делают все компании, которые, собственно, пытаются внедрять технологии мобильного обучения в свои практики. Следующее интересное техническое решение, которое тоже начали использовать некоторые компании, это использование чат-ботов. Не знаю, сталкивался ли кто-нибудь с чат-ботами в своей практике, но мы разработали технологию подключения чат-ботов к нашей системе дистанционного обучения, и оказалось, что это достаточно интересный инструмент. Интересный инструмент вот почему. Потому что это очень простое и очень дешевое решение, очень дешевый способ организовать мобильное обучение, доставку мобильного контента пользователю. Быстро его перенастраивать и так далее. Это намного дешевле и проще, чем использовать мобильное приложение, которое настраивается и устанавливается более сложным образом. А чат-бот – это простой интерфейс, может быть, ограниченный в своих возможностях, но тем не менее, который вполне себе позволяет обеспечить доставку учебных материалов. То есть пользователь, студент подключается к чат-боту, который в свою очередь подключен к системе дистанционного обучения. В этот чат-бот система автоматически присылает ему ссылки на материалы, которые, разумеется, тоже должны быть адаптированы под мобильное устройство. Он может проходить тесты, вот вы видите на скриншоте сдачу теста непосредственно в чат-боте. Человек может получать информацию о расписании и очных занятий, заполнять формы обратной связи и так далее. Может ли это работать? Да, может. И основное преимущество этого инструмента в том, что оно очень быстрое и дешевое. Не так давно мы для одного из наших клиентов разработали технологию такого канала, информационного канала, который автоматически, периодичностью раз в день, раз в нескольких дней, приходила новая обучающая информация, периодически приходили тесты и контрольные вопросы. С помощью бота, подключенного к системе дистанционного обучения, это удалось настроить буквально за единицу, за пару дней. Это очень простое и дешевое решение, которое для некоторых задач дистанционного обучения может подойти. Поэтому подумайте, может быть, это решение, которое подойдет и для вас. На самом деле ботов используют не только для… Мы занимаемся не только дистанционным обучением, а еще и работаем в области, скажем так, HR решений автоматизации. Ботов активно начали использовать для подбора, для инструментов оценки и сбора обратной связи, заполнения опросов, предоставления сервисов и так далее. Например, одна из крупнейших телевизионных компаний в России использует чат-ботов, например, для того, чтобы сотрудники заполняли заявку на отпуск. Не имеет отношения к обучению, но просто для понимания потенциала этой технологии. На самом деле, с моей точки зрения, технологии интересны. Адаптивные технологии. Все больше организаций, у которых огромные объемы обучения, тестирования, сталкиваются с проблемой. Того, что тестового и учебного контента очень много. Это пример, то, что видите на картинках, это реальный пример использования адаптивной технологии в одной из крупнейших российских нефтяных компаний, которые сталкиваются со следующей проблемой. Огромное количество контента, огромное количество должностей, огромное количество направлений обучения, огромная база знаний, десятки тысяч тестовых вопросов, тысячи тестов. Стоит задача протестировать сотни людей разных должностей в автоматическом режиме, сформировать им план обучения. Понять их уровень знаний и пронять пробелы знаний и так далее. Как это делать? Традиционный подход – разработать кучу тестов, вручную определить, кому какие тесты, назначить, построить отчеты, запланировать обучение. Альтернативная технология, которая сейчас активно развивается, это адаптивная технология, которая позволяет не создавать людям 10 тысяч тестов, а создать один универсальный адаптивный тест, в который внутрь заложен алгоритм по текущему тестирую, по его уровню знаний, по его предыдущим ответам на вопросы, по его, скажем так, мы это называем профилю знаний, то есть требуемым знаниям и умениям, которыми он должен обладать, которые конструируют тест на лету. Например, система определяет, что для Королькова Алексея Григорьевича, например, знание процессов нефтепереработки на уровне 2 является ключевым, находит соответствующий вопрос, первого уровня дает его мне. Если я отвечаю на него правильно, он задает мне еще один вопрос. Если я отвечаю на вопрос правильно, он задает вопрос следующего уровня. Если нет, то в итоге ставят отметку о том, овладел я или не овладел определенным уровнем знаний. И если к той же карте знаний, как мы это называем, карте знаний, привязаны те или иные учебные модули, учебные программы или учебные объекты, это может быть отдельные видеофрагменты и так далее, то система по результатам оценки автоматически конструирует индивидуальный план развития, индивидуальную учебную траекторию человека. По опыту внедрения это достаточно дорогое решение в начале. Для того, чтобы это звучит очень красиво, но для того, чтобы в рамках большой организации или большого учебного центра такую историю запустить, надо действительно описать ту самую карту знаний, запрофилировать должности или категории, привязать к этой карте знаний тесты, разработать тестовые вопросы разных уровней сложности для каждого элемента знаний, разрабатывать учебные модули, если нужно подробить их на части. Это большая методическая работа. Но те, кто прошел этот пункт, сумел описать и поддерживать в актуальном состоянии вот эту конструкцию из метаданных, говорят о том, что трудозатраты на управление процессом обучения сокращаются на порядок. Но и это еще не все. Это очень сильно экономит время на обучение. Может быть, это не так актуально для учебных заведений, но, например, для корпоративных учебных центров и корпоративных университетов это огромное преимущество. Объясню, почему. Причина состоит в том, что в обычном случае пользователи вынуждены, например, когда мы не знаем, у нас нет вот этой адаптивной траектории, один и тот же курс назначается тысячам людей, они тратят свое время на прохождение обучения, но при этом многие из них учат то, что уже реально знают. И на это уходят тысячи часов. Если помножить на стоимость часа, оплачиваемого у компаний, то речь идет о сотнях тысяч, если не миллионов рублей, потраченных на изучение того, что людям знать не нужно. Поэтому адаптивная технология обучения это не просто методически правильная конструкция, это еще и конструкция, которые очень сильно экономят затраты для больших учебных центров, крупных организаций. Коллеги, мне тут удалось какое-то сообщение. Поднепишите, пожалуйста, все ли нормально со звуком, слышите ли вы меня, продолжаем ли мы. Нормально, да? Отлично. У меня странным образом мигал микрофон, поэтому я на всякий случай решил переспросить. Вот такое интересное техническое решение, которое сейчас начинает активно применяться в различных формах дистанционного обучения. Геймификация. Может быть, мода, наверное, года два назад про геймификацию говорили очень много. Из каждого утюга и телевизора произносились слова, что все, забудем про старинные, традиционные методы дистанционного обучения и вообще методы обучения. Теперь кругом все будет геймифицировано, люди будут зарабатывать бейджики, рейтинги, короны и так далее. И только так они будут учиться. Это, конечно, ерунда, геймификация. Ни один взрослый человек не может играть в игру очень долго. И сейчас отношение к геймификации при дистанционном обучении стало, с моей точки зрения, более взвешенным и разумным. Стало понятно, где это работает и где не работает. Стало понятно, что работают относительно разумные, краткосрочные геймифицированные программы. То есть нельзя сделать геймификацию, например, в геймификацию в рамках какого-нибудь пятилетней учебной программы. Нельзя сделать геймификацию один раз и навсегда для всех категорий обучаемых. Но для определенной категории обучаемых, ну, например, на этапе адаптации или вхождения в должность, это есть примитивно-корпоративному обучению, каких-то относительно краткосрочных учебных программ, геймификация работает, и, то есть, это геймифицированный подход, это история, когда в системе дистанционного обучения просто помимо того, как просто проходят курсы, в нем присутствует еще и некий соревновательный момент. Человек может получать награды, переходить с уровня на уровень, получать благодарности, что стимулирует взаимодействие и коммуникацию. В данном случае, это пример банковского проекта по обучению, где система была построена таким образом, что люди еще и помогают друг другу в процессе обучения, взаимодействуют, делятся информацией, за это получают благодарности, рейтинги и так далее, которые в некоторых организациях даже трансформируются в некоторые призы из реальной жизни. Они, может быть, не очень дорогие, но тем не менее. Призы, бонусы и так далее. Бюджет небольшой, особенно когда мы говорим про людей молодых, они какое-то время поиграть в эти технологии решения, они вполне могут. Едем дальше. Социальный инструмент. Еще одна технология, которая зачастую комбинирует как раз и геймификацию, и механизмы геймификации, и механизмы социальных коммуникаций в процессе обучения. Это подход, когда в рамках системы дистанционного обучения мы можем комбинировать в одном инструменте, в данном случае вы видите реальный проект, корпоративный тоже, в рамках которого человек обучаемый видит свой прогресс, видит набор заданий. То есть на самом деле система автоматически ведет его из точки А в начале программы в точку Б, но внутри этой программы у него есть не только знакомство с материалами, видеоэлектронными курсами, но и реальные задания, которые предполагают социальную коммуникацию. В данном случае человек, например, должен прийти на рабочее место, сделать, например, какую-то фотографию или поделиться идеей, запостить ее в некой социальной ленте. Это предполагает, что внутри системы дистанционного обучения есть аналог корпоративной социальной сети, в данном случае это внедрение веб-тютера, внутри которого есть такой социальный инструмент. Ну и, например, у него есть задание, что он должен запостить материал, с каким-то хэштегом и получить, например, 10 лайков. Получил 10 лайков или 2 комментария, все, ты выполнил одно из заданий. Эти задания могут комбинироваться, в данном случае, в данном проекте они комбинируются, задания социальной активности и задания в форме знакомства, работы с контентом, сдача тестов и так далее. И они ведут человека с уровня на уровень. Ну и там задача, например, в течение полугода для обучаемого пройти до, например, до четвертого уровня и занять определенное место в рейтинге. За это тоже там, если это корпоративные внедрения, там часто поощряют какие-нибудь призами в данном случае. Призами, бонусами, встречами с сартоводством и так далее. То есть это возможность использования социальных инструментов и сервисов. Это могут быть также и опросы, и форумы в комбинации с традиционными инструментами знакомства с учебными материалами. Еще один подход называется невидимый LMS, который стал сейчас применяться. Про это много говорят на Западе. Это история, когда, ну, может быть, традиционный подход следующий. Вот у нас есть LMS-система, это большой портал, в нем есть логин, в нем есть пароль, куча кнопочек и так далее. Мы хотим обучить человека, давайте мы человеку заведем логин, пароль, обучим его заходить на портал, подавать заявки, смотреть личный кабинет и так далее. В реальной жизни, в огромном количестве случаев, это не нужно делать. Не во всех, но тем не менее. Например, это так называемые одноразовые люди. Это может быть какая-то краткосрочная учебная программа. Для компании это могут быть стажеры, это могут быть для учебного центра, это может быть какая-то группа из 20, там, не знаю, ста обучаемых, которые один единственный раз проходят один единственный курс. Нужно ли этих людей запускать в систему дисциплинационного обучения? Полноценные, заводить им логины, пароли, обучать и так далее. Есть другой подход, когда система обучения работает в режиме, так называемый, невидимый LMS. Вот это пример реальной настройки реального проекта, когда группа пользователей, их там несколько сотен, но они одноразовые, что называют, они проходят один единственный электронный курс. Ну, там, видеокурс, итоговый ЛМТ. Они получают одну единственную уникальную ссылку, никакого логина, никакого пароля, одну уникальную ссылку, по которой в них открывается сам контент электронного курса. Кстати, при подходе под названием невидимый ЛМС, многие компании на заплате таким образом встраивают интерфейс запуска курса по ЛМС в свои другие системы, в другие порталы, в свои какие-то корпоративные порталы, в свои сайты, в CRM-системы и так далее. То есть, ЛМС как бы есть, на самом деле, ЛМС, конечно же, есть внутри, но пользователь не видит никакой ЛМС, он видит один единственный курс, например. Он его проходит, закрывает, никакого логина, никакого пароля, но при этом вся статистика собирается в системе так, как если бы он зашел в полноценную платформу, ввел пароль, зашел и так далее. С моей точки зрения, у такого подхода есть очень много плюсов. Он очень сильно облегчает жизнь обучаемому, особенно, когда это простые электронные курсы в форме материалов для самостоятельной работы, финального теста. Сейчас, например, мы делаем такой проект для одной организации, которая готовит людей для чемпионата мира, который у нас будет проходить летом. Там много волонтеров и людей, которые будут обслуживать. В большинстве случаев это один единственный курс, и вся система построена таким образом, что он автоматически при регистрации в некую систему получает уникальную ссылку, кликает на нее, проходит обучение и так далее. Все данные фиксируются в ЛМС-системе, именно для человека это невидимая история. Никакой ЛМС, никакого портала он не видит. Только сам учебный контент. Многие организации, которые долго и успешно внедряют в себе систему дистанционного обучения, в какой-то момент приходят к ситуации, приходят к ситуации, в которой они понимают, что у них система дистанционного обучения наполняется таким количеством информации, разных форм, что о ней уже можно говорить как о системе управления знанием. Когда происходит переход или какая-то конвергенция, задач дистанционного обучения и задач управления знанием. На самом деле, это абсолютно не тождественные задачи, не тождественные инструменты, потому что для управления знанием используются во многом другие инструменты. Это инструменты сообществ, большие библиотеки знаний, инструменты взаимодействия с экспертами и так далее. Но тем не менее, от чего к чему переходить, от систем управления знанием к системе дистанционного обучения или наоборот, это вопрос хороший, но многие организации движутся от систем дистанционного обучения именно к системе управления знанием. Здесь вы видите пример крупной российской нефтяной компании, которая трансформировала свою систему дистанционного обучения, в данном случае построенную на платформе в полноценный портал знаний с сообществами, но и с курсами в том числе, с инструментами обмена знаниями, с инструментами карьерного развития, взаимодействием с экспертами и так далее. Это на самом деле интересная тенденция, и таких проектов становится все больше и больше. когда буквально недавно как раз коллега из Газпромнефти делился в социальной сети, что он регулярно ходит на конференции КМ Раша, на которой 3 или 4 года назад он был первым человеком из как бы иленинговой тусовки, я бы так сказал, из сообщества, из специалиста по дистанционному обучению, который пришел на конференцию по управлению знанием. И на него смотрели как на диковинного зверя, потому что это были абсолютно две непересекающихся группы людей. Но в этом году он стал, что таких людей, как он, из корпоративных систем, занимающихся корпоративными в первую очередь, но тем не менее, системами дистанционного обучения, их стало намного больше. Эти люди, то есть люди, занимающиеся дистанционным обучением, ну как бы внутренне развиваясь, компания тоже и организация, учебные центры развиваются, приходят к тому, что эти две задачи тесно связаны между собой. И вот такое интересное наблюдение, такая одна из технологий, одна из тенденций, куда движется Илья. Еще один интересный подход, это подход, который называется курируемый контент. Родился он не в России, этот подход на западе называется curated content. Ну, в данном случае, да, это был Павел Безяев, совершенство Илья. Подход, связанный с курируемым контентом, это следующая конструкция. На самом деле, есть какая-то тема. И, например, в рамках системы дистанционного обучения многие учебные центры или компании ставят задачу, ну, например, развивать человека в области, в определенной тематике, например, в тематике электронного обучения. И можно, конечно, можно создать какой-то электронный курс под названием технологии Ильюнинга. Мы создаем такой электронный курс. Если тема конечная, ну, например, решение квадратных уравнений, вряд ли кто-нибудь что-нибудь новое про решение квадратных уравнений придумал, то, наверное, оптимальный подход сделать электронный учебный курс, на каких технологиях основываться, системы, это, может быть, материалы для самоподготовки или вебинары, или записи вебинаров, или видео, это уже просто технически, но, тем не менее, это конечный курс, его можно сделать, загрузить в систему дистанционного обучения, назначать людям или проводить там раз в неделю вебинары по этой теме. А есть темы бесконечные, которые непрерывно развиваются. Ни один учебный центр, ни одно учебное заведение не в состоянии разработать закончен учебный контент, набор учебного контента про такую тематику, например, сейчас у нас один из клиентов делает такое ознакомление с, например, с такой темой, как блокчейн. А еще одна из компаний, они, например, проводят непрерывное обучение по информационной безопасности. Вы же понимаете, что про информационную безопасность, особенно в нашем меняющемся мире, нельзя сделать курс, нельзя делать конечный курс. Оно никогда не заканчивается. Завтра выходят новые технологии, новые социальные сети, новые инструменты, и темой информационной безопасности появляются новые и новые развития, новые вирусы, новые риски, новые инструменты и так далее. Поэтому происходит переход в некоторых случаях от фиксированных электронных курсов в виде, ну так, как мы привыкли, жесткая структура, 10 разделов, 5 подразделов, к каналу. То есть на самом деле к каналу, через который, в котором постоянно появляется новый контент. То есть его, этот курс, в словом говоря, нельзя изучить. Его можно изучать, переходить с уровня на уровень, развиваться, можно говорить о каком-то проценте освоения той информации, которая есть в системе на этот момент, но никогда его не закончить. То есть как бы это то самое непрерывное обучение, lifelong learning, о котором мы говорим. И в области новых технологий это по сути единственный, наверное, способ, потому что никогда нельзя выучить все. Для этого можно, там, здесь несколько технологий, здесь подход, новый подход к доставке контента. Вот ту историю про чат-боты, которую я рассказывал, про которую я говорил ранее, это интересный подход к доставке контента, то есть это канал, в который все время отгружается все новый и новый контент. Курируемый контент, когда за каждым из каналов закрепляется эксперт, который собирает, в данном случае вот вы видите некую ленту, это реальный пример использования курируемого контента, когда в некоторой ленте собирается, эксперт собирает материалы. Это могут быть и электронные курсы внутри системы, могут быть внешние истории. Они могут быть загружены от внешних провайдеров, там, не знаю, из курсеры, из универсариума, статьи, материалы, дискуссии в Фейсбуке, ютюбовские видео, все что угодно. В том числе к этому могут прикрепляться те же механизмы геймификации, о которых мы говорили и так далее. Такой подход все чаще используется для дистанционного обучения по таким как бы непрерывным темам, там, где нужно непрерывное обучение. Едем дальше. еще один подход, который вытекает из предыдущих подходов, это из микрообучения, из адаптивного обучения, из вот этих самых каналов, непрерывного обучения, курируемого контента, это микрообучение. Многие организации понимают, что огромные курсы на множество часов для многих задач не подходят. Невозможно использовать, например, адаптивную технологию обучения, о которой я говорил, и по результатам адаптивная технология позволяет четко понять, что именно человек не знает. Например, он не владеет такой технологией или не знает какие-то формулы и так далее. Но невозможно ему в ответ на то, что он не знает одну формулу назначить к изучению курс объемом 48 часов. Но это будет пустая трата времени. Может где-то это возможно, но, например, для массовых подходов тех же корпоративных учебных центров практически невозможно. Поэтому происходит переход от больших курсов к микромодулю. Разрабатывая, и, соответственно, LMS-системы поддерживают технологии микрообучения, которые позволяют на лету конструировать курсы адаптивно самому человеку по желанию, на основании каких-то правил, загружать эти микрокурсы в каналы. В данном случае это просто пример интерфейса, где вся работа с Microsoft Office разбита на 150 микрокурсов, из которых человек может быстро конструировать свои индивидуальные учебные планы. под микрообучение нужны и другие инструменты разработки курсов с нашей точки зрения, о которых мы сейчас тоже поговорим. Тот самый новый подход к разработке курсов. Курсы в контексте всего сказанного. Курсы надо делать быстро, надо их легко менять, нужно, чтобы квалификация разработчика курса была очень простой, то есть, чтобы пользователям можно было обучить разработке контента условно за один день, а также сделать так, чтобы этот контент автоматически работал на любом устройстве. То есть, в этом смысле традиционные инструменты разработки курсов ориентированные на стандартизированные, ну, там, давайте так, инструменты разработки курсов ориентированные на визивик представлений. Визивик – это история «what you see is what you get», то есть, когда мы на слайде мышкой аккуратно подстраиваем три картинки в ряд. Такой подход к верстке курсов, неважно, на чем он реализуется, в iSpring, в Storyline, в Captivate или в курслабе, не очень подходит, потому что, на самом деле, когда мы готовим курс для мобильного устройства, он должен поддерживать так называемую мобильно-адаптивную верстку. То есть, условно говоря, на стандартном устройстве три картинки выстроились в ряд по горизонтали, а на мобильном устройстве три картинки выстроились в ряд по вертикали, потому что устройство маленькое, это телефон, перевернул телефон, они по-другому построились. Для этого нужны новые инструменты, новые инструменты, которые должны быть простыми, общедоступными, то есть, они должны работать из браузера и должны позволять быстро и легко создавать интерактивные курсы, адаптивные под мобильный устройство. То, что видите на экране, наш ответ, как бы, Chamberlain на этот подход называется курслаб онлайн, это наш новый инструмент, который мы, где-то в конце января выпускаем, который встроен внутрь системы дистанционного обучения и позволяет этот контент разрабатывать мобильный контент, а также и немобильный учебный контент, разрабатывать достаточно просто. В том числе, поскольку это не отдельное авторское средство, оно встроено в ЛМС, оно позволяет автоматизировать такие процессы, как утверждение контента, согласование его с экспертами, в контексте того самого перехода от просто системы дистанционного обучения к системе управления знаниями, когда любой может стать разработчиком контента, но разработав его, он должен пройти определенный и пруф, определенное согласование с экспертами, отвечающими за ту или иную предметную область. Ну, это на самом деле еще не все. Я уж не стал делать слайды, а просто написал буквочками. Что бы я еще выделил в числе новых технологий, которые составляют интерес с моей точки зрения? Это в дополнение, я знаю, что от нас тут Павел присутствует, Павел большой враг, большой противник с корма. Я тоже на самом деле небольшой фанат с кормовских решений, но кто там говорил, что демократия самая худшая форма правления, но лучше ее ничего не придумали. Для определенных задач, к сожалению, особенно для внутрикооперативного обучения, для обмена данными между множеством разработчиков контента и системами, к корму, к сожалению, является необходимым злом. Но есть и новые решения, такие как ThinkAnt, или теперь это называется XAP, Experience API, интерфейс, который позволяет загружать в вашу LMS-систему, если она поддерживает соответствующий стандарт. Статистику обучения человека во внешних ресурсах, это начинает использоваться. Ну, например, у нас тут есть кейс, связанный с одним из наших партнеров, который занимается обучением в области интернета, всякая оборонка и так далее. У них, например, есть проект, в котором люди знакомятся с учебными материалами во внешней по отношению к LMS-библиотечной системе, абсолютно во внешней, там работают, занимаются, она в том числе закрытая, но через XAP, через TINCAM, информация о том, с какими материалами они познакомились, передается в LMS и может использоваться при планировании обучения, отмечается, условно говоря, в зачетке, скажем так, у обучаемого, и позволяет комбинировать контент внутри LMS, который, как правило, скормовские там, или какое-нибудь учебное видео или встроенные тесты, с внешними ресурсами. Одно единственное препятствие в этой всей истории состоит в том, что, условно говоря, экспириенс API, TINCAM поддерживается очень-очень малым количеством тех самых внешних систем и в большинстве случаев приходится, чтобы эту задачу реализовать, реализовывать эту поддержку этих протоколов, тех самых внешних систем, с которыми мы интегрируем LMS. Это не так сложно, но не всегда, к сожалению, работает, хотя это, с моей точки зрения, очень перспективная технология на будущее. Может, Павел тоже меня поддержит, я думаю, что, может, делились коллеги уже своим опытом использования такого рода решений. Встраивание СДО во внешние информационные системы. С моей точки зрения, очень интересная история, потому что основная проблема, ну, я не знаю, как с вузовскими решениями, но я думаю, что с вузовскими еще больше, простите меня, основная огромная претензия, которую предъявляют даже к корпоративным системам дистанционного обучения, что это сферический конец блоков, что есть люди работают в одной среде, а учатся в другой. И на самом деле то, чему мы их учим, ну, я уж не говорю о том, что их учат в вузе, потом никогда не применяется или очень редко применяется на практике при работе, при реальной работе в жизни, и даже то, чему их учат корпоративные учебные центры в реальной жизни не применяют. Потому что тот объем информации, который мы им даем, ну, в рамках системы дистанционного обучения, его запомнить нормальный человек не может. Он может получить какой-то общий овервью, какие-то знания, но он запомнить не может. У человека есть проблема. У него есть туча материала в системе дистанционного обучения, и вот он сидит перед компьютером, а у нас 80%, я думаю, что людей работающих сидят перед компьютером, даже, мне кажется, уже скоро и на производстве многие люди сидят уже давно перед мониторами, и он сталкивается с реальной проблемой. И он знает, что ответ на то, как решить эту проблему, есть там, вот в этой системе дистанционного обучения. Но чтобы до этого контента добраться, это он должен пойти в портал, вспомнить свой логин и пароль, вспомнить, найти каталоги курсов, подать заявку, пройти. Курс огромный, и на 125-м экране найти ответ на этот вопрос. Не работает, нереально. Поэтому, условно говоря, многие компании, которые изучают эту ситуацию, они сталкиваются с тем, что информация, СДО не используется в тот момент, когда людям действительно нужны знания. Они идут к соседу и говорят, Петрович, расскажи. Вот. Подходы, как это решать, можно делать по-разному. Можно, как я уже говорил, развивать систему дистанционного обучения в сторону систем баз знаний, что многие делают. Но есть и другая сторона, другой аспект, на самом деле не исключающий, но дополняющий, это встраивание инструментов дистанционного обучения прямо во внешнюю информационную систему. То есть, когда человек сидит в какой-то информационной системе, и у него прямо на панели системы есть кнопка «Вызвать курс». И я в момент, когда ее нажимаю, у меня открывается контекстно, ну, то есть, условно говоря, выполняю определенную операцию в системе, привязанную контекстно к этой операции учебные модули и материалы, которые у меня есть в SDO. У нас есть такая технология, к сожалению, пока не часто она используется, но мы такое решение сделали, и там, где это внедряется, показывает, что при определенном, скажем так, в внутреннем пиаре, когда людям объясняют, как этим пользоваться, эффективность использования контента существенно повышается. Люди начинают реально использовать учебный контент, разумеется, при выполнении определенного набора обязательств, что им удобно вызывать этот контент прямо из системы, им этот контент адекватный, то есть, это, как я уже сказал, не стостраничный курс, а это именно маленький учебный модуль, то самое микрообучение, которое отвечает на тот вопрос, который у человека есть, ему для этого не нужно нажимать 150 кнопок, это как раз тот самый невидимый ЛМС, он жмет одну кнопку, у него открывается микромодуль, он быстро получает ответ на вопрос, закрывает, говорит, большое спасибо, дорогие товарищи, что вы, наконец, я смог применить эти абстрактные знания в реальной жизни. Мне кажется, это то, к чему идет, проектов пока, может быть, таких не очень много, но они точно есть. Есть и более хитрые проекты, когда, например, допуск людей в определенные информационные системы, осуществляется автоматически после, например, прохождения обучения и сдачи тестов. Есть несколько таких кейсов, когда сидит, например, специалист обзаканных колл-центров, и система колл-центра интегрирована с системой дистанционного обучения, для чего в СДО должен быть соответствующий программный интерфейс для внешних систем. и она говорит, Вася Пупкину, в данном случае обучаемому, есть обязательный контент для изучения? Система дистанционного обучения говорит, да, есть, курс тест. Если так, то система говорит, не можешь дальше работать до тех пор, пока не сможешь, не пройдешь курс или тест. Такой инструмент тоже используется. И еще, наверное, последний момент, про который я хотел сказать, это у нас достаточно большое количество электронных библиотек, все больше и больше, тысячи доступных книг, и вот то, что мы сейчас делаем активно, это интегрируем систему дистанционного обучения с электронными библиотеками, с тем, чтобы можно было контент различных электронных библиотек, что мы, MyBook, Alpina, Mi, Smart Reading, достаточно большое количество таких проектов на рынке, можно было интегрировать с LMS, чтобы администратор LMS мог использовать и подключать любые электронные книги как учебный контент, соблюдая права правообладателей и использовать это все в процессе дистанционного обучения. Мне кажется, это тоже интересная тема, у которой есть перспектива. Все, о чем я вам рассказал, это не абстрактная теория, это вполне практические технологии, решения, которые в тех или иных проектах применяются. Как я уже говорил, я подобрал, попробовал собрать все вот эти новые решения, что называется, в кучу, чтобы вам рассказать и поделиться, что такого рода технологии есть, их можно использовать и их можно применять в вашей учебной тракции. На этом, наверное, я закончу свое выступление. Если есть вопросы, готов на них ответить. Курсы контекстной кнопки у нас есть инструмент, который позволяет встраивать вызов запуск курсов или вызов по сути вот этой невидимой LMS в любую внешнюю систему, если она там условно веб-бейс, айф-фут технически, как мы встраиваем какой-нибудь Google AdWords на любой веб-сайт. Она есть в коробке, независимо от того, какие модули. Если клиент купил на систему дистанционного обучения, то это не стало ли. Где можно в ближайшее время обучиться администрированию WebTutor? В компании WebSoft пожалуйста, я ставлю свой адрес электронной почте, напишите. Мы периодически набираем группы для обучения администраторов WebTutor. У нас обучение было последнее в сентябре, если не ошибаюсь. Я думаю, что где-то где-нибудь в феврале. Я думаю, мы соберем следующий групп. Пожалуйста, обратитесь, давайте им помогать. Е-мейл я свой написал. Есть ли еще какие-то вопросы? Сколько стоит, смотря что? Компьютер – это модульная система, я, собственно, с этого начинал. Зависит от того, вы приобретаете систему в облачном варианте или устанавливаете в зависимости от модуля системы и так далее. Скажем так, от 100 тысяч рублей до 2 миллионов в зависимости от набора модулей стоит систему, если компания или учебный центр идет в пае. Напишите мне, если интересно, мы будем рады ответить на ваши вопросы. Ну что ж, коллеги, спасибо вам за внимание. Я оставил свой адрес электронной почты. Павел, если вы можете, в принципе, если нужно, если нужно поделиться с участниками вебинара тем самым, презентацией, которую я загрузил, есть система управления знаниями для некорпоративных сообществ. Ну, это хороший вопрос, Павел, можно ли использовать ту самую систему портала, скажем так, систему управления знаниями, портал знаний для некорпоративных обучений. Ну, с моей точки зрения можно. Ну, мы, например, у нас есть сообщество пользователей веб-тютер, построенное на базе веб-тютер. Это люди совершенно разных компаний, есть люди лечебного заведения, государственных структур, они обмениваются знаниями в рамках типа Википедии и т.п. вопрос в том, какой именно подход к созданию базы знаний присутствует. Можно, как в Википедии, конечно, ну, опять же, тот же пример о Газпромнефти, он строится по принципу того, что есть, например, экспертные сообщества, в которых есть обсуждение, обменяя информацией, есть централизованное управление формальным СДО, есть какой-то баланс между ними, есть какой-то контент, который остается внутри экспертных сообществ, а какой-то выплескивается на всех пользователей портала. Ну, это надо на самом деле, мне кажется, надо понимать, что именно вы имеете в виду. Да? Уважаемые коллеги, огромное спасибо Алексею за замечательный вебинар, который он провел. Очень интересно было познакомиться с современными тенденциями, много из этого для меня было в новинку, абсолютно, я с удовольствием прослушал сам этот вебинар, не только как организатор, но и как слушатель. Я передам все то, что ответил Алексей тем, кто не присутствовал на вебинаре. Да, я уже не повторяю о том, что в ресурсах, я думаю, что наши посетители постоянных вебинаров знают, что в разделе ресурсов всегда можно скачать те материалы, которые спикер предоставил в общий доступ. В данном случае Алексей свою презентацию оставил, так что каждый может ее скачать и подробно рассмотреть потом. и напоминаю, что запись данного вебинара в конце недели будет доступна на нашем видеопортале в YouTube. Ну что ж, коллеги, спасибо. Нас сегодня собралось здесь немало. И я хочу поблагодарить всех, кто пришел. Приходите на наши следующие вебинары. Алексею огромное спасибо. Будем ждать его через некоторое время у нас снова. Я думаю, что сегодняшний вебинар был просто замечательный. И наша встреча с вузовскими товарищами из веб-софта состоялась, несмотря на то, что это не совсем профиль для веб-софта. Всем спасибо. До наших новых вебинаров. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok